Вторая волна раздачи продуктовых наборов школьникам стартовала в Люберцах. Их можно получить в образовательных учреждениях. Продукты предназначены далеко не для всех, а только льготным категориям учащихся. Масло подсолнечное, сок 1 литр, 2 пакета молока. Все, что надо. Самое необходимое и не скоропортящееся. Продуктовый набор на одного ребенка – это два больших пакета с продовольствием. Отличное по споре нуждающимся семьям на самоизоляции. Мама школьницы Светлана Кузьмина осталась довольна поддержкой. Первый набор, полученный две недели назад, ее семье пришелся по вкусу. Сидим дома, стараемся не падать духом. Наборы, естественно, они лишние не будут, очень помогают. Такая помощь всегда нужна. Тем более, в это непростое время. Продуктовый набор соответствует. Все нормально, ребенок кушает неплохо. Большое, конечно, спасибо и школе, и губернатору. Продуктовые наборы получают только льготные категории школьников. Это дети-инвалиды, дети из многодетных или малообеспеченных семей, дети, потерявшие одного из родителей. В 27-й Люберецкой школе таких ребят 213. Чтобы исключить распространение инфекции, при раздаче пайков строго соблюдают санитарные правила. Обрабатывают помещения согласно расписанию. У нас есть график, по которому мы выдаем. На каждые 12 человек приходится минут 20-25. Когда быстрее, в зависимости от того, что если у человека трое детей, пока он три заявления напишет. Через каждые 20 минут перемена, в смысле перерывчик. Мы протираем столы, делаем уборку и проветриваем помещение. Это уже вторая волна выдачи продуктовых наборов школьникам. И, как показала практика, свою компенсацию за обеды забирают все. За исключением те, кто самоизолировался за пределами Московской области. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Продолжение следует...